Тревожные сообщения Уже возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Все взрывы произошли в центре города, недалеко от здания областного КНБ возле ЗАГСа, на центральной площади около магазина «Отрар», недалеко от областного Акимата и возле центрального гастронома. Число жертв Кореева достигло семи человек, в том числе убитых пятеро сотрудников правоохранительных органов. Еще трое с тяжелыми ранениями находятся в местной больнице. Сейчас основная задача следственной группы – выяснить причины, попадавшие в Максата Кореева, совершить все эти чудовищные преступления. Остановить убийцу удалось только Газизу Байтасову. В перестрелке герой ранил преступника и пытался взять его живым, однако Кореев успел вырвать чеку гранаты. Тогда Газиз Байтасов грудью закрыл ее и ценой жизни спас прохожих. Десять лет назад в Таразе произошли страшные события. По сей день казахстанцы вспоминают героев, защитивших мирных граждан 12 ноября 2011 года. В тот роковой день своих отцов и мужей ждали с работы несколько семей. Но мужчины, ушедшие на службу, так и не вернулись. Очевидцы рассказывают, что это было как в каком-то жутком боевике. Прямо по проезжей части навстречу сближаются полицейский и террорист, выпуская друг в друга почти всю обойму. И тяжко раненый Газиз Байтасов бесстрашно бросается на террориста, у которого в руках была граната. Капитан своим телом, своей жизнью защитил от взрыва находящихся вокруг людей. Впечатления о Газизе Байтасе можно говорить, рассказывать до бесконечности. Он был патриотом, конечно, своей родины. У него на лице это все было видно. Он молодых полицейских воспитывал в духе патриотизма. Воспитывал так, чтобы они работали во благо нашей Родины, чтобы поднять имидж нашей полиции. Еще в далеком 1994 году мы начинали вместе, был тогда сформирован экологический взвод ГорГАИ. Мы с ним три года на одном посту вот так работали. Он был патриотом своей Родины. Он на работу всегда, у него, когда даже в выходные, у него вот эта рация, которая по службе, всегда у него была вот здесь на ремне. Он всегда, вот сейчас говорят, допустим, 24 плюс 7. Это означает, что он круглые сутки, в неделю 7 раз, в 24 часа всегда был на работе. Я помню еще мы ездили к Газизу Байтасу на свадьбу в село его родное, когда он женился. И вот так быстро время пролетело. Потом перешли в офицерскую должность, уже в областном ГАИ. Он был командиром взвода. Он женился, потом я женился. Вот так мы стали общаться с семьями и стали друзьями, близкими. Приглашали на свадьбу куда-то, в гости куда-то. Он всегда ходил в пиджаке, в костюме. И на левой стороне у него был значок Кунаева нашего. Тогда еще он крестным отцом назвал еще нашего одного друга Шайзата. С Шайзатом мы познакомились, потому что он был одноклассник друг Газиза Байтасова. И вот всегда за одним Дастарханом. Ну вот. И сейчас мы такие друзья, с Шайзатом тоже, как с Газизом. Потом родился у него второй сын, Адельжан. И вот буквально за три дня до этой трагедии он приехал к нам в гости. Ну вот, решил сделать Сюндетой второму сыну обрезание. И привез нам пригласительные. Ну мы сидим, Гульжамал, мы ее называем по-дружески там Гульжан. Гульжан, моя жена, Газиз, я. Сидим, беседуем, и моя жена спрашивает Газиза. Вот что ты приготовил на этот раз? Допустим, там какой-нибудь сюрприз. И Газиз мне говорит, нам говорит. Ой, сейчас рассказывать это будет потом вам неинтересно. Придете, увидите. Оставил пригласительным, посидели, чай попили. Через три дня произошла эта трагедия. Ну, Газиз Байтасов, он, знаете, когда вот эта трагедия произошла, я в тот день, по-моему, сутки вышел, ну, с поста вышел, у меня выходной день был, утром. И мы с ним по лестнице в здании дорожной полиции пересеклись просто на лестнице. А он же был в то время уже командиром взвода, он развод провел. Я вот поднимался, а он спускался по лестнице. Пересеклись, ой, здорово, здорово, как дела? Вот так пересеклись и все. Потом я оружие сдал, поехал домой, переоделся уже, как бы, выходной. Выехал в город, и мне по телефону звонит мой брат Бахт. В городе такое происходит, ты где, спрашивают? Я говорю, я в городе. И он говорит, спрашивает, у тебя там все нормально? Я говорю, нормально, я сегодня вышел со смены, сегодня выходной, и в городе по делам. Он, видать, переживает, что там же, что происходило, это... И через некоторое время проезжаю по... До сих пор помню, ташкентская Абая, я еще в то время не знал. Ну, это все уже, когда произошло, Абая-Ташкентская, там наряд весь, вот эти патрульные машины. Потом я переехал перекресток, думаю, что же произошло? И через, буквально через две минуты, меня перезванивает твой друг Газиз Байтасов. Вот так, при задержании террориста, подорвался на гранатике. Я говорю, как? Да, говорит, вот так. И вот, знаете, потом звонки со всех сторон. Брат моей жены спрашивает, тогда он еще в Балмате, он хорошо знал тоже Газиза Байтасова, и мне звонит, спрашивает, Ахмед, что там у вас в Таразе происходит? Я говорю, вот так, вот так. И говорит, я ему ничего не говорил. Он меня спрашивает, это не твой друг Газиз? Я говорю, да, он. А он мне говорит, вот у него в лице было написано, что он готов к такому поступку ради защиты нашего населения, там, республики. Я Газиз Байтасов знаю с детства, но мы вместе учились в одном школе, в одном классе. Он с детства, когда мы вместе в школе учились, он действительно, он отделялся своим характером. Он тогда был такой функтуальный, договоримся где-то встретиться, и он никогда не опаздывал. Но он щедрый, добрый, он об этом ничего. Он, даже вот когда командир с водом был, инспектор сейчас, даже здесь, в области, командир батальоном работает. До сих пор они рассказывают, как он действительно его посветал, как он учил, как работать, как ходить. Он сам был такой чистоплотный, он когда вот в школе учился у него, туфли всегда блестел, и форму он тоже так носил. Он, например, у нас 7.30 раз вот, он 6.30 в отделе стоял, всех проверял, кто опаздывает. Он никогда на работу не опаздывал, я не слышал, он когда-то там опоздал, хоть он инспектором когда работал. Такой он функтуальный был. Тут мы потом женились, с семьями мы дружили, егошние сестры, мать, всех я знал, мы друг к другу домой в гости ходили, и до сих пор ходим. Прям день свадьбы, он мне с утра сказал, что я заранее не говорил, что ты мой близкий друг, сегодня свадьба, я тебе официально. Всем скажу, что ты будешь моим сыном крестным отецом. Ну, по характеру он был строго, действительно. Он мне действительно, если свое хочет, там, что-то по работе он свое, всегда добивал. И тот день у меня отец, 70 лет исполнился, я на свадьбу готовился. В Базахском районе работал, тоже дорожная полиция. Юбилей отца у меня как раз, только я собирался ехать, я слышал, что газиза взорвали в городе. Не понял, сперва я не верил, как взорвать вместе с машиной. Потом я сразу начал ему звонить, оба телефона кутки шли, но он не поднимал. Потом я через оперативную дежурную узнал, что у нас там теракт, у нас горит. Командир 1-го взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбульской области, капитан полиции Байтасов Газиз Абдебегович, родился 3 апреля 1971 года в городе Джамбуле. Образование высшее юридическое. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы КАИ УВД Джисказганского облсполкома. За период службы зарекомендовал себя как грамотный, честный, принципиальный и профессиональный сотрудник, за что неоднократно поощрялся руководством. У Газиза осталась жена и двое сыновей. Халык Кахармана Газиз Байтасов навечно занесен в список личного состава Департамента полиции Жамбульской области под номером 1. Сынки 12 ноября развивались стремительно и драматично. Гражданин Кореев Максат около 11 часов утра совершил вооруженное нападение на владельца автомобиля Маста Закирова, связал водителя и завладел автомобилем. Десять лет назад в этом здании был охотничийся магазин МАКЕ. Террорист Кореев зашел под видом простого покупателя. Попросил у паровщицы показать ему автоматическое оружие. И после чего, угрожая обрезом, завладел двумя единицами автоматическое оружие. Это автомат САЙГА и полуавтоматическое оружие ТИЗЭТ. Убив из огнестрельного оружия охранника Вячеслава Федорченко, террорист смертельно ранил случайного посетителя Нургали Аразбасова. Взяв заложником водителя, преступник на большой скорости помчался в сторону железнодорожного вокзала. Прибывшие на место оперативники по видеокамерам установили личность налетчика. Кореев давно состоял на учете у силовиков, как человек, проповедовавший идеи радикального ислама. После ограбления магазина МАКЕ Кореев на автомашине приехал на железнодорожный вокзал, перешел через мост, подошел к магазину у дяди Вити. Подойдя к магазину, Кореев потребовал у водителя ключи от машины. Тот ему отказал. Кореев произвел один выстрел. Водитель напугался, бросил ему ключи. На этой машине Кореев дальше поехал в сторону своего дома. Возле дома преступника стоял автомобиль, в котором находились двое сотрудников Комитета национальной безопасности – Сергей Касьяненко и Мухтар Халиев. Заметив слежку, Кореев произвел семь смертельных выстрелов из автомата Чизета в автомобиль, где находились оперативники. После террорист обстрелял подъехавшую патрульную автомашину. Первым выстрелом он сразу ранил водителя. Это был Айенкулов Пулат. Вторым выстрелом он ранил Байсиитова, сидевшим на переднем сидении. Водитель экипажа, старший сержант полиции Канат Морзалиев успел выскочить из машины, вытащив за собой владельца угнанного ваза, тем самым спасая ему жизнь. Канат Морзалиев получил ранение в туловище, но выжил благодаря бронежилету. После этого Кореев подошел к раненым сотрудникам, завладел их табельным оружием, пистолетом Макарова, и произвел по одному выстрелу в голову каждому. После этого Кореев, тача по этой улице, уехал в сторону города. Через некоторое время он оказался перед зданием Комитета национальной безопасности. В 12.17 был введен план «Сирена». По тревоге был поднят и брошен на городские улицы весь личный состав Жамбульской полиции. Примерно в 12.30 Кореев приезжает к зданию Комитета национальной безопасности и производит выстрел из гранатомета в одно из окон здания. После чего он берет автомат из салона, захваченный у сотрудников полиции, и беспорядочно открывает стрельбу по окнам и по зданию Департамента Комитета национальной безопасности. На этом месте Кореев после обстрела Комитета национальной безопасности бросил здесь машину. Позже мы обнаружили в машине автомат, который он захватил у сотрудников полиции, который заклинило. Бросив машину, Кореев поднялся по этой лестнице, прошел мимо здания магазина «Триумф», перешел улицу. Застряв в автомобильной пробке возле здания драмтеатра, преступник пытался скрыться пешком. Вооруженный террорист был замечен на улице Талиби, возле торгового дома «Триумф». Дальше Кореев прошел вглубь двора и открыл огонь по сотрудникам конной полиции, которые его преследовали. При этом ранил лошадь в шею и одного из них в руку. Второй сотрудник, рискуя своей жизнью, начал прикрывать собой и лошадью раненого коллегу. Кореев не стал отвлекаться на них и прошел дальше через дворы в центр города. Инспектор первого взвода отдельного батальона дорожной полиции, старшина полиции Самат Алашев, увидев двоих раненых конных полицейских, остановил свою патрульную машину, вышел и открыл огонь из стабельного оружия. Кореев ответил автоматным огнем и Самат Алашев получил ранение в правое бедро. Возле магазина «Адидас» Кореева вновь обнаруживает видеокамера Центра оперативного управления. Примерно в 12.50 Кореев приходит на это место. В это время Газис Байтасов на служебной автомашине проезжает и замечает Кореева, останавливает машину. И здесь у них происходит перестрелка. Выйдя на дорогу, Кореев стреляет по машине из похищенного пистолета Макарова. Байтасов останавливает автомашину, уклоняется от пуль и открывает ответный огонь из стабельного оружия. Кореев отступает за стоящий сзади внедорожник. Байтасов обходит препятствие и прячется с другой стороны внедорожника. Кореев пытается зайти со спины Байтасова. И, выйдя из укрытия, преступник и полицейский оказываются лицом к лицу. У Кореева закончились патроны. Газис уже в рукопашную с ним сцепляется. И в это время он заметил у него в руках гранату с выдернучкой. Зная, что вокруг очень много людей, гражданских людей, и что какие могут быть последствия от взрыва, Газис накрывает своим телом Кореева, валит его с ног на землю, накрывает своим телом. И в это время произошел взрыв. Вокруг находящиеся люди ни один не пострадал, а Газис Байтасов погиб, выполняя свой долг до последнего. С Газис Байтасовом я его с первых дней знаю, как он пришел нам на работу. Он перевелся с Карагандинской области к нам и начинал работать у нас здесь в городе, в гор Гаиль. Потом, с тех пор мы вместе начали работать, и с первых дней он себя поставил таким человеком, который принципиальным. Один из характеров, который в нем было, это принципиальность его. И грамотность. Долгое время он работал с сержантом, инспектором. Потом, когда я уже был командиром батальона, я его перевел в дежурную часть, дежурным он был. После этого, через какое-то время, года через два, по-моему, его перевели старшим инспектором в Курдай. И он сам, и там тоже он тебя показал с хорошей стороны. И потом, после этого, он обратно в город перевели, в городе он был командиром извода. Я вам скажу одно, то, что если бы он был бы жив, он был бы командиром батальона, это точно, но, может быть, и больше, дальше пошел бы, по лестнице, по служебным инстанциям, пошел бы, может, и дальше. А так он был хорошим отцом, семьянин, уважал свою маму, он все время маму не забывал никогда. В коллективе его все уважали, побаивались, честно скажу, его. Побаивались не в том, что он мог кого-то там побить, или нет, не в том смысле. Он в любом споре отстаивал свое мнение, и перед руководством, и перед среди личного состава он был авторитетным. А вне службы он все компанистский был. Вот мы на маевку выезжали, на разных мероприятиях участвовали, там, день рождения, свадьбы. Везде он был, как говорится, этим, заводилы, во всех отношениях. Он компанистский был. И его, честно, уважали все. Мен, в 2010-е годы, В этом году мы работаем в Казахстане, и мы работаем в Казахстане. Гюлжан Аквемыз Утожақсадам етін Утожақсадам Казыртанда қалау соты Судия бұжымышы сайт Казыртанда әлдей-әлгейден арласып тұрамыз Бала-шағаларымен өзімен Юне бар тұрамыз мирандарда Жалқы байтасып Райз Абдевуштің Семесі жақсы кислдаруы Анасын танинедік Мархам, анасы қайтсып өкетті Бұл ұқу жаттығы полигоны 2016 жылдан бастап Жұмыс жасайды Атқарылған ұқу жаттығы полигонда Полигоны 2011 жылы Ерлікпен қаза тапқан Полиция капитаны Қазиз Байтасытың Атынан ашылған Полигонда барлық жеке құрамға Кәсібей біліктілегін артыруға Кәсібей біліктілегін артыруға Налған бұл полигон Бұл полигонда Атыс дайарлығы Және денежіліктің дайарлығы сабақтары жөнінде Жаттығылар жүргізіледі Менің ойымша әр мемлекетін өзінің батыр болгүрік Сол батырларың бірі 10 жыл бұрын Ланкестерін қолынан қаза тапқан ғайзып Айтасып ғайзып Айтасып кезгелген полиция ғызметкерлерінің жүрегінде Және де жасалған ембегі ешқашан ұмытылмайты тев өлеймін Казырғы таңда полиция ғызметкерлерімен 10 жыл бұрын Ланкестерін қолынан батырлықпен қаза тапқан Полиция капітаны ғайзып Айтасып кә жыл сайын ескалу шаралары жиы өткізіліп тұрады Указым первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед отечеством отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Байтасову ғазизу Абдебяковичу, командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбыльской области присвоено звание Халык Кахармане посмертно. Капитана полиции Газиза Байтасова каждый год вспоминают и чтят по всей области, возлагая цветы к его памятнику. В 2012 году на аллее перед зданием ДВД состоялось торжественное открытие бюста Халык Кахармане Газиза Байтасова, а также пятиметрового величественного монумента с высеченным портретом и стихами, посвященными герою. В действующем с 2008 года Музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Газизу Байтасову. Стенд Халык Кахармане появился и в областном историко-краеведческом музее. На Тарасской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь. Память Газизу Байтасову увековечена в его родном селе Туймикент Байзакского района, в названии школы, в которой он учился. Ежегодно в Казахстане проводится республиканская акция Казыргы Заманка Хармане, в рамках которой чествуют полицейских, проявивших мужество при исполнении служебного долга.